Выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп» прошла в средней школе номер 256. Конкурс проводился среди учащихся начальных классов. Анжела Кабенко побывала на выставке и полюбовалась необычными поделками из природных материалов. Осень – чудная пора, богатая своими яркими красками и плодами. Все собирают урожай, и некоторые даже не подозревают, какие замечательные и интересные поделки можно смастерить из овощей и фруктов. Традиционно осенью в 256-й школе проходит выставка творческих работ с использованием природных материалов. В осеннем калейдоскопе принимают участие ребята из начальных классов. За неделю до каникул мы проводим экологию глазами детей. Старшеклассники, совет старшеклассников проводят для них викторины, проводятся 10 минутки, рассказывается. После этого мы объявляем конкурс поделок с природного материала. Для изготовления детских поделок родители вместе с детьми находили материал на огороде, в лесу, в парке. Взрослые помогли своим детишкам проявить фантазию, создать неповторимые осенние шедевры. Во всех работах проявились творчество и воображение каждого ребёнка. Для чего же мы сделали это мероприятие? Чтобы родители вместе с детьми делали эти поделки. Потому что ребёнку это тяжело одному. А совместно с родителем он подскажет, где-то что-то поможет даже. И в этом году у нас превзошли все наши традиции. В этом году детки очень постарались. Тем более на каникулах у нас проводится осенний бал, осенние квесты для первых классов, вторых, третьих, четвёрных. В этом году мы задействовали все параллели. Все по очереди приходят, проводят. И обязательно мы посвящаем эту выставку и этому мероприятию. Приходят детки, смотрят старшие классы. Старшие начинают говорить, мы тоже умеем делать. Естественно, для них будет делаться что-то посложнее. И сами дети приходят, смотрят на свои поделки. Им очень приятно. Они ведут своих родителей, показывают всё это. И думаю, что мы достигли своей цели – это сплочение детей и родителей. Ребята изготовили оригинальные поделки, используя разнообразные приёмы и методы. Творческие работы поразили своей красотой и неповторимостью. Чего здесь только нет. Картины из листьев и сухоцветов, букеты из листвы, осенние ежи, выполненные из различных материалов, лесные полянки с животными, сказочные персонажи и макеты домов из палочек и бересты, композиции из овощей и фруктов. Очень хотелось всё потрогать своими руками, а особенно погладить оригинальную лошадку, сделанную из пенопласта и желудей. В основном, конечно, делают у нас тыквы, ёлочки у нас, лук идёт, жёлуди, листья, всё что угодно, что детям нравится. И, конечно же, я не думаю, что им сразу пришла эта композиция. Они, когда собирают, это всё приходит впоследствии работы самой, творческой работы. И мы понимаем, смотря на эту выставку, что у нас творческие дети, что они у нас талантливые дети, что они у нас самые лучшие. Чтобы сотворить такие чудеса, не нужно обладать каким-то особенным талантом. Главное – иметь желание сделать что-то прекрасное и необычное собственными руками и видеть только прекрасное в окружающем нас мире. Дети с гордостью и большим удовольствием рассказывали о своих работах. Мне помогала сестра, мы делали с ней лешие. Когда мы делали лешие, нам понадобились искусственные листья, шишки. Мы обклеили в них клей и намакивали блёстки. Потом мы делали грибы искусственные и приклеивали на шляпку. Шляпка была сделана из вязаных ниток. Мне помогала делать подделку мама. Она сделала на ёжик, сделала на семечек и пластилина. Лебедь из ракушек и бумаги. Мне помогала мама. Я сделала павлина. Сначала мы сделали основу, то есть его тело, из пластилина. Потом его пышный хвост мы сделали из листьев. И потом мы добавили ему дерево и сделали гнездо. Потом мы ему добавили малышей и сделали маленькие крылышки. Мне помогала мама и бабушка. Мне очень понравилась эта работа. Жюри было очень сложно оценивать работы детей. Лучшие подделки отметили грамотами и призами. А гран-при достался Коваленко Захару из 2-го В-класса и его необычной осенней лошадки. Отметим, что подобные мероприятия способствуют объединению усилий школы и семьи, воспитании и обучении детей, созданию условий для повышения педагогической культуры родителей, развитию детского и семейного творчества.